Когда он еще не был таким крутым. На днях 65 лет исполнилось классику отечественной эстрады Игорю Крутому. О том, как начинал свой путь, знаменитый композитор отлично помнит заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Басин, который в ту пору был администратором Валентины Толкуновой. Робкий паренек из-под Кириллограда, что на Украине, рассказывает. «Николай Анатольевич, уже не вспомню, кто нас познакомил. Игорь тогда был без работы. Помню, стесняясь, попросил меня послушать его, может быть, помогу с работой». На пианино играл он очень хорошо, хотя одно ухо не слышит совсем. Об этом Игорь рассказал мне позже. «Но это не страшно, ведь он гениальный». «Но это не страшно, как мы знаем, Бутковин был и вовсе глухим. А у Крутого хороший внутричный слух». Это куда важнее. В то же время, как вспоминает Басин, в Москву приехал и отец Игоря. Втроем они встретились. Яков Александрович признался, что болен. Сколько проживет еще, неизвестно. Попросил помочь сыну. Басин пообещал. Устроил Крутого в коллектив Валентины Толкуновой. А впоследствии, как говорит, еще и помог с квартирой. Я попросил Женю Леонова и Валю Толкунову, надо съездить в Петрозаводский район Москвы, к председателю. И мы пробили квартиру для Игоря. Правда, позже Валентина настояла на том, чтобы Крутой из коллектива ушел. Так и сказала. «Мы больше с ним не должны работать. Пусть уходит из коллектива. Сообщи ему об этом». «Валя, он мой воспитанник», – возражал я. «Его отец умер. Я обещал помочь». «Коля, я так хочу», – сказала она. И я понял, что спорить бесполезно. В чем дело, не понимая до сих пор. Возможно, Толкунова заметила, что Игорь уже выжидал момент, когда начнет свой собственный проект. И это хорошо для артиста. Но он не горел уже валенными делами. Ей не могло это понравиться. И мне пришлось сказать Игорьку. «Игоряш, тебе надо искать другое место. Может, вместе уйдем?» – спросил он. «Я Валю не брошу. Ты сейчас в порядке. А ей трудно». Так и расстались. Игорь – крутой российский и украинский композитор, хитмейкер, песни которого вошли в репертуар звезд российской эстрады. Успешный продюсер, организатор международного конкурса популярной музыки «Новая волна», «Детская новая волна». Под его руководством долгое время осуществлялось проведение проектов «Песня года» и «Утренняя почта». Игорь Яковлевич Крутой появился на свет в Украине, в небольшом городке Гайвора. В июле 1954 года день рождения будущего композитора пришелся на знак Зодиака Ли. Семья Крутых, евреев по национальности, в которой кроме Игоря росла дочь Алла, не имела отношения к искусству. Мама была домохозяйкой, а папа работал на местном предприятии «Раудиталь» – диспетчером. Откуда у мальчика взялась любовь к музыке – неизвестно, но у него вдруг обнаружился прекрасный слух. И мама отвела сына в музыкальную школу. На детских утренниках Игорь Крутой уже неплохо аккомпанировал школьному хору на баяне. Позже он освоил и фортепиано, а в шестом классе ученик организовал ансамбль, которым сам и руководил. Вскоре без музыкантов не обходились ни одни танцы для старшеклассников. После школы Игорь Крутой видел для себя только одну дорогу – совершенствовать музыкальные способности и играть дальше. Он стал студентом Кировоградского музыкального училища, поступив на теоретическое отделение. По окончании училища подпредавал игру на баяне в музыкальной школе Гайворона и работал в соседнем селе учителем музыки. Но в 1975 году Крутой снова стал студентом, на этот раз Николаевского музыкально-педагогического института, где выбрал для себя дирижерский факультет. В 1979 году Крутого пригласили в московский столичный концертный оркестр «Панорама». Здесь музыкант работал сначала с Владимиром Микулей и палладом «Бюль-Бюль-Оглы», а в 1980-м перешел на работу via «Голубые гитары». Вскоре талантливого пианиста взяли в ансамбль певицы Валентины Толкуновой, где через короткое время он стал руководителем. В 1986 году Крутой добился исполнения заветной мечты, поступив в Саратовскую консерваторию имени Сабинова на композиторский факультет. Игорь хотел сочинять музыку с тех пор, когда научился играть. Уже в молодости он постепенно приближается к этой цели. 1957 год стал годом начала композиторской биографии Игоря Крутого. В этом году появилась его первая песня, ставшая хитом «Мадонна». Она была написана для певца и друга Крутого, Александра Серова, с которым композитор был знаком еще по Николаеву. Закрепить успех удалось следующими песнями для Серова. Музыка венчальная «Как быть» и «Ты меня любишь» сразу ставшими хитами советской эстрады. Популярность композитора выросла чрезвычайно. Теперь и Александр Буйнов, и Валерий Леонтьев, и Лайма Вайкули, и множество других популярных исполнителей пели песни Игоря Никола Яковлевича. Не только композиторская, но и продюсерская деятельности теперь все больше занимает Игоря Крутого. В 1989 году он становится сначала директором фирмы АРС, потом худруком. Уже через 10 лет Крутой – президент фирмы, ставший под его умелым руководством крупнейший концертно-продюсерской организации страны. АРС Крутого сотрудничает с популярными исполнителями страны – Полиной Гагариной, Михаилом Шуфутинским, Юрием Шатуновым, Борисом Моисеевым, Дианой Гурцкой и другими. Продюсерский центр Игоря Крутого организует сольные концерты звезд мировой и российской эстрады на престижных концертных площадках страны и за границей. Об авторитете, руководимой крутым фирмой, можно судить по тому, что именно она организовала в Москве концерты Хосе Карераса и Майкла Джексона. А еще АРС выступает продюсером популярных программ «Утренняя почта» – «Песня года», «Звуковая дорожка» и «Доброе утро, страна», которые транслируются по центральным телеканалам РТР и ОРТ. Кроме того, АРС 1994 года организовывает творческие вечера Игоря Крутого как композитора. На этих вечерях выступают как уже засвеченные, так и новые звезды эстрады. Сейчас Игорь Крутой занимается написанием инструментальной музыки. В 2000 году вышел первый альбом композитора под названием «Музыка без слов», где были представлены его лучшие инструментальные работы. Композиция «Когда я закрываю глаза» стала наиболее популярной в этом направлении, а поклонники назвали творение вдохновляющим и бесподобным. Также он пишет музыку к художественным фильмам, а клипы с его участием не менее популярны. Песня «Незаконченный роман», которую Игорь Крутой исполнил с певицей Ириной Аллегровой, стала одним из самых значимых хитов в его творческой биографии. В СМИ даже появилась информация о том, что слишком тесное сотрудничество Игоря Крутого с Ириной Аллегровой могло повлиять на брак композитора, и якобы с ее супругой Ольгой дал трещину. Но все же домыслы прессы так и не подтвердились. В телепередаче «Секрет на миллион» композитор объяснил Лере Кудрявцевой, что с певицей его связывает творческий роман и высокие отношения. Композиция «Мой друг» стала еще одной популярной работой Крутого. Россияне запомнили это произведение, поскольку шедевр был создан при участии другого, не менее знаменитого российского композитора Игоря Николаева. Работа с франкоязычной певицей Ларе Фабиан – отдельная глава в карьере Игоря Крутого. Альбом «Мадемуазель Дживаго», вышедший в 2010 году, стал популярным в отдельных странах мира. Российского композитора все больше узнают во Франции, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других государствах, где любят и знают творчество Лары Фабиан. В 2014 году состоялся концерт композитора в честь его юбилея, который получил название «В жизни раз бывает 60». Помимо исполнения песен самим маэстро, его пришли поздравить друзья и коллеги Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Арбакайте, Григорий Лепс, Лариса Долина и Дриней. Субтитры создавал DimaTorzok